Новые котельные, железнодорожный вокзал, школа единоборств, капитальный ремонт больницы и, конечно, Ледовый дворец. Каждый год мы читаем ваш отчет о проделанной работе и радуемся новым успехам, поделилась жительница улицы Мирона Кабаргина. Мы вчера посетили Ледовый дворец. Да, катались. Ой, катались, вы знаете, это такая гордость за город Уварово, да. И это самое, за детишек радуюсь, что большое вам спасибо, что вы такой подарок сделали. Я не знаю, у меня теперь никакой просьбы по мне нет. Глава города поблагодарил горожан за теплые слова и продолжил прием жителей, которых на этот раз пришло порядка 20 человек. Два обращения были коллективными. Одно из них касалось газификации ряда домов. Жители озвучили проблему в подведении к их домам газопровода. Александр Кузнецов подтвердил этот факт, ознакомил собравшихся с неутешительным техническим заключением. Однако при этом обозначил варианты решения проблемы – проведение в дома индивидуального газового отопления, либо дорогостоящая реконструкция идущего к домам жителей газопровода с заменой трубы на новую, большего диаметра. У нас стоит задача, губернаторам данная, чтобы до октября 2015 года все эти дома были газифицированы. В самое ближайшее время, я думаю в декабре, все условия у нас полностью в областную администрацию утвердятся. Буквально в декабре, в ближайшую неделю две домкомы всех ваших домов соберут и пояснят, что нужно сделать. У вас есть возможность ваши дома перевести на индивидуальное газовое отопление. Как это делать, мы вам расскажем. Но я хочу сказать, что вот этой работой мы занимаемся, и наша задача за год – эту работу вести до конца. Житель улицы Мичурина обратился к мэру с проблемой низкого давления воды в летний период, когда идет активная поливка огородов. Александр Кузнецов поручил специалистам отработать варианты решения проблемы, подробно остановившись на введении в строй дополнительной водонапорной башни. Другие вопросы, с которыми обратились жители второго Уварова, касались ремонта дорог и их очистки в зимнее время, начисление налога на физических лиц, оказание материальной помощи. Все вопросы, заданные горожанами в ходе выездного приема, взяты Александром Кузнецовым на контроль. Что волнует жителей других микрорайонов, станет известно в ближайшие дни на очередных выездных приемах. Галина Зайцева, Елена Малышева, Вадим Полосьмин. НашГород.